Конрад Лоренц. Агрессия. Часть 2. Продолжение в лаборатории. Что в руки взять нельзя, того дана вас и нет. С чем не согласны вы, то ложь одна и бред. Что вы не взвесили, за вздор считать должны. Что не чеканили, то будто нет цены. И вот это. В предыдущей главе я допустил поэтическую вольность. Умолчал о том, что по аквариумным наблюдениям я уже знал, как ожесточенно борются с себе подобными яркие коралловые рыбы. И что у меня уже сложилось предварительное представление о биологическом значении этой борьбы. Во Флориду я поехал, чтобы проверить свою гипотезу. Если бы факты противоречили ей, я был готов сразу же выбросить ее за борт. Или лучше сказали, был готов выбрануть ее в море через дыхательную трубку. Ведь трудно что-нибудь выбросить за борт, когда плаваешь под водой. А вообще нет лучшей зарядки для исследователей, чем каждое утро перед завтраком перетряхивать свою любимую гипотезу молодость сохраняет. Когда я за несколько лет до того начал изучать в аквариуме красочных рыб с коралловых рифов, меня влекла не только эстетическая радость от этих чарующей красоты, влекло и чутье на интересные биологические проблемы. Прежде всего напрашивался вопрос, для чего же все-таки эти рыбы такие яркие? Когда биолог ставит вопрос в такой форме, для чего? Он вовсе не стремится постичь глубочайший смысл мироздания вообще и рассматриваемое явление в частности. Постановка вопроса гораздо скромнее, он хотел бы узнать нечто совсем простое, что в принципе всегда поддается исследованию. С тех пор, как благодаря Чарльзу Дарвину мы знаем об историческом становлении органического мира и даже кое-что о его причинах, вопрос, для чего, означает для нас нечто вполне определенное, а именно, мы знаем, что причиной изменения формы органа является его функция. Лучше всегда враг хорошего. Если незначительно, само по себе случайно, наследственное изменение делает какой-либо орган хоть немного лучше и эффективнее, то носитель этого признака и его потомки составляют своим не столь одаренным сородичам такую конкуренцию, которой те выдержать не могут. Раньше или позже они исчезают с лица земли. Этот безнесущий процесс называется естественным отбором. Отбор – это один из двух великих конструкторов эволюции. Второй из них, представляющий материал для отбора – это изменчивость или мутация, существование которой Дарвин гениально прозорливостью постулировал в то время, когда ее существование еще не было доказано. Все великое множество сложных и целесообразных конструкций животных растений, всевозможнейших видов обязан на своем возникновении терпеливой работе изменчивости и отбора за многие миллионы лет. В этом мы убеждены теперь больше, чем сам Дарвин, и как мы вскоре увидим, с большим основанием. Некоторых может разочаровать, что все многообразие форм жизни, чья гармоническая соразмерность вызывает наше благоговение, а красота восхищает эстетическое чувство, появилось таким прозаическим и, главное, причинно обусловленным путем. Но естественный испытатель не устает восхищаться именно тем, что природа создает все свои высокие ценности, никогда не нарушая собственных законов. Наш вопрос. Для чего может иметь разумный ответ лишь в том случае, если оба великих конструктора работали вместе, как мы упомянули выше? Он равнозначен вопросу о функции, служащей сохранению вида. Когда на вопрос, для чего у кошек острые кривые когти, мы отвечаем, что бы ловить мышей. Это вовсе не говорит о нашей приверженности к метафизической телеологии. А означает лишь то, что ловля мышей является специальной функцией, важность которой для сохранения вида выработала у всех кошек именно такую форму когтей. Тот же вопрос не может найти разумного ответа, если изменчивость, действуя сама по себе, приводит к чисто случайным результатам. Если, например, у кур или других одомашенных животных, которых человек защищает, исключая естественный отбор по окраске, можно встретить всевозможные пестрые и пятнистые расцветки. Здесь бессмысленно спрашивать, для чего эти животные окрашены именно так, а не иначе. Но если мы встречаем в природе высокоспециализированное правильное образование крала, краны маловероятны как раз из-за их соразмерности, как, например, сложная структура птичьего пера или какого-нибудь инстинктивного способа поведения, случайность их возникновения можно исключить. Здесь мы должны задаться вопросом, какое селекционное давление привело к появлению этих образований, иными словами, для чего они нужны. Задавая этот вопрос, мы правильно надеемся на разумный ответ, потому что уже получали такие ответы довольно часто и при достаточном усердии, вопрошавших почти всегда. И тут ничего не меняют те немногие исключения, когда исследования не дали или пока еще не дали ответа на этот важнейший из всех биологических вопросов. Зачем, например, нужна моллюскам изумительная форма и расцветка раковин? Ведь их сородичи все равно не смогли бы их увидеть своими слабыми глазами, даже если бы они не были спрятаны, как часто бывает, складками мантии, да еще и укрыты темнотой морских глубин. Кричащие яркие краски коралловых рыб требуют объяснения, какая видосохраняющая функция вызвала их появление. Я купил самых ярких рыбок, каких только мог найти. А для сравнения, несколько видов менее ярких, в том числе и простой маскировочной окраски. Тут я сделал неожиданное открытие. У подавляющего большинства действительно ярких коралловых рыб, плакатной или флаговой, расцветки совершенно невозможно держать в большом аквариуме больше одной особиемы каждого вида. Стоило поместить аквариум в несколько рыбок одного вида, как вскоре после яростных баталий в живых оставалась лишь самая сильная. Сильнейшее впечатление произвело на меня повторить и повторение в открытом море в счет той же картины, какая регулярно наблюдалась в моем аквариуме после завершения смертельной борьбы. Одна рыба некоего вида мирно уживается с рыбами других видов, столь же ярких, но других расцветок. Причем из всех остальных видов тоже присутствует только одна. У небольшого мола неподалеку от моей квартиры милейший образом уживались один красавчик и один черный ангел и одна глащатая бабочка. Мирная совместная жизнь двух особей одного и того же вида плакатной расцветки возможна лишь у тех рыб, которые живут в устойчивом браке, как многие птицы. Такие брачные пары я наблюдал в естественных условиях у синих ангелов и у красавчиков, а в аквариуме у коричневых и бело-желтых бабочек. Супруги в таких парах поистине неразлучны. Причем интересно, что в отношении к другим сородичам они проявляют еще большую враждебность, нежели одинокие экземпляры их вида. Почему это так, мы разберемся позже. В открытом море принцип «два собака не пара» осуществляется бескровно, побежденный бежит с территории победителя, а тот вскоре прекращает преследование. Но в аквариуме, где бежать некуда, победитель часто сразу же добивает побежденного. По меньшей мере он занимает весь бассейн, как собственное владение, и в дальнейшем настолько изводит остальных постоянными нападениями, что те растут гораздо медленнее, и его преимущество становится значительной и так до трагического исхода. Чтобы наблюдать нормальное взаимное поведение владельцев собственных участков, нужно иметь достаточно большой бассейн, где могли бы уместиться территорией хотя бы двух особей изучаемого вида. Поэтому мы построили аквариум длиной 2,5 метра, который вмещал больше двух тонн воды и давал маленьким рыбкам, живущим в прибрежной зоне, место для нескольких территорий. Молодь у плакатно окрашенных видов почти всегда еще ярче, еще привязанная к месту обитания, еще яростнее взрослых рыб. Так что на этих миниатюрных рыбках можно хорошо наблюдать изучаемое явление в сравнительно малом пространстве. Итак, в этот аквариум были запущены рыбешки длиной от 2 до 4 сантиметров. Следующих видов. 7 разных видов рыб-бабочек, 2 вида рыб-ангелов, 8 видов группы де-муазель, группа помоцентров, к которой принадлежат звездники и красавчики, 2 вида спинорогов, 3 вида губанов, 1 вид рыбы-доктора и несколько других, неярких и неагрессивных видов, как кузовки, шары и т.п. Таким образом, в аквариуме осталось примерно 25 видов плакатно окрашенных рыб. В среднем по 4 рыбки каждого вида, из некоторых видов больше, из других всего по одной, а всего больше 100 особей. Рыбки сохранялись наилучшим образом, почти без потерь, прижились, спрянули духом и в полном соответствии с программой начали драться. И тогда представил замечательную возможность кое-что подсчитать. Если представителю точного и свистозвания удается что-нибудь подсчитать или измерить, он всегда испытывает радость, которую непосвященном подчас трудно понять. «Ужель природа вся до вас объект подсчета?» спрашивает Придрих Шиллер, озабоченного измерениями ученого. «Я должен признаться поэту, что сам я знал бы о срочности внутриводовой агрессии почти столько же, если бы и не производил своих подсчетов. Но мое высказывание о том, что я знаю, было бы гораздо менее доказательным, если бы мне пришлось обречь его в один лишь слова. Яркие коралловые рыбы кусают почти исключительно своих сородичей. Как раз у козовцы мы и подсчитали и получили следующий результат. Для каждой рыбки, живущей в аквариуме, случайно напасть на одну из трех своих средей. 96 других рыбок равна 3х96. Однако количество укусов, нанесенных сородичем, относится к количеству межвидовых укусов примерно как 85 на 15. И даже это малое последнее число, 15, не отражает подлинной картины, так и соответствующие нападения относятся почти исключительно на счет демоазелей. Они почти постоянно сидят в своих норках, почти невидомы демей снаружи, и яростно атакуют каждую рыбу, которая приближается к их убежищу. В свободной воде они игнорируют любую рыбу другого вида. Если исключить эту группу из записанного опыта, что мы, кстати, сделали, то получаются еще более впечатляющие цифры. Другая часть нападения на рыб каждого вида была виной тех немногих, которые не имели сородичей во всем аквариуме, поэтому были вынуждены умещать свою здоровую злость на других объектах. Однако выбор этих объектов тоже убедительно подтверждал правильность моих предположений, как и точные цифры. Например, там была одна единственная рыба-бабочка неизвестного нам вида, которая и по форме, и по рисовку настолько точно занимала среднее положение мелу, что бело-желтыми и бело-черными видами, что мы сразу же крестили ее бело-черно-желтой. И она, очевидно, полностью разделяла наше мнение о ее систематическом положении, так как делила свои атаки почти поровну между представителями этих видов. Мы ни разу не видели, чтобы она укусила рыбку какого-нибудь третьего вида. Пожалуй, еще интереснее вел себя синий спинорок, тоже единственный у нас, который по-латыни называется черный адонус. Зоолог, давший такое название, мог видеть лишь обесцвеченный труп этой рыбы, формалини, потому что живая, она не черная, а ярко-синяя, с нежным оттенком фиолетового и розового, особенно по краям плавников. Когда у фирмы Андриас Вернер появилась партия этих рыбок, я с самого начала купил только одну. Битва, которую они затевали уже в бассейне магазина, позволяла предвидеть, что мой большой аквариум окажется слишком мал для двух 6-сантиметровых молодцов этой породы. За неимением сородичей мой синий спинорог первое время вел себя довольно мирно, хотя и раздал несколько укусов, многозначительным образом разделив их между представителями двух совершенно разных видов. Во-первых, он преследовал так называемых синих чертей, близких родственников Бо Грегори, похожих на его великолепной синей окраской. А во-вторых, обеих рыб другого вида спинорогов, так называемых рыб Пикассо. По-английски Пикассо, но в России произносится на французский манер с удалением на последний слог. Пикассо. Как видно из любительского названия этой рыбки, она расцвечена чрезвычайно ярко и причудливо, так что в этом смысле не имеет ничего общего с синим спинорогом, но весьма похожа на него по форме. Когда через несколько месяцев сильнейшая из двух Пикассо отправила слабейшую в рыбе мир иной Формалин, между оставшейся и синим спинорогом возникло острое соперничество. Агрессивность последнего по отношению к Пикассо несомненно усиливалась и тем обстоятельством, что за это время синие черти успели сменить ярко-синую юношескую окраску на взрослую сизую и поэтому раздражали его меньше. И в конце концов наш синий ту Пикассо погубил. Я мог бы привести еще много примеров, когда из нескольких рыб, взятых для описанного выше эксперимента, в живых оставалась только одна. В тех случаях, когда спаривание соединяло две рыбьи души в одну, в живых оставалась пара, как это было у коричневых и бело-желтых бабочек. Известно великолепное множество случаев, когда животные, не только рыбы, которым за неимением сородичей приходилось приносить свою агрессивность на другие объекты, выбирали при этом наиболее близких родственников или же виды, хотя бы похожие по окраске. Эти наблюдения в аквариуме, их обобщение бесспорно подтверждают правила, установленные и моими наблюдениями в море. По отношению к своим сородичам рыбь гораздо агрессивнее, чем по отношению к рыбам других видов. Однако, как видно из поведения различных рыб на свободе, описанного в первой главе, есть и значительное число видов далеко не столь агрессивных, как коралловые рыбы, которых я изучал в своем эксперименте. Стоит представить себе разных рыб, неуживших в их, и более, или менее уживших в их. Сразу же напрашивается мысль о тесной взаимосвязи с их окраской, с их окраской, агрессивностью и оседлостью. Среди рыб, которых я наблюдал в естественных условиях, крайняя воинственная сочетающаяся с оседлостью и направленная против сородичей, встречается исключительно у тех форм, у которых яркая окраска, наложенная крупными плакатными пятнами, обозначает их видовую принадлежность, уже на значительном расстоянии. Как уже сказано, именно эта чрезвычайно характеризмная окраска и возбудила мое любопытство, надолкнула мысль о существовании некой проблемы. Пресноводные рыбы тоже бывают очень красивыми, очень яркими, в этом отношении многие из них ничуть не уступают морским. Так что различие здесь не в красоте, в другом. У большинства ярких пресноводных рыб особая прелесть их сказочной рассветки состоит в ее непостоянстве. Пестрые окуни, чья окраска определила их немецкое название лабиринтовые рыбы, многие из которых еще превосходят красочностью этих окуний. Красно-зелено-голубая колюшка и радужный горчак наших вод, как и великое множество других рыб, известных у нас по домашним аквариумам, все они рассвечивают свои наряды лишь тогда, когда распаляются любовью или духом борьбы. У многих из них окраску можно использовать как индикатор настроения и в каждый данный момент определять, в какой мере в них спорят заглавенство агрессивность, сексуальное возбуждение и стремление к бегству. Как исчезает радуга, едва лишь об облако закроет солнце, так гаснет все великолепие этих рыб, едва спадет возбуждение, бывшее его причиной, либо уступит место страху, который тотчас облекает рыбу неприметный маскировочный цвет. Иными словами, у всех этих рыб окраска является следственным выражением и появляется лишь тогда, когда нужна. Соответственно, у них у всех молодь, а часто и самки окрашена в маскировочные цвета. Иначе у агрессивных коралловых рыб. Иначе у агрессивных коралловых рыб. Их великолепное одеяние настолько постоянно, будто нарисовано на теле. И дело не в том, что они не способны к изменению цвета. Почти все они доказывают такую способность, исходя ко сну, когда надевают ночную рубашку, расцвет которой самым разительным образом отличается от дневной. Но в течение дня, пока рыбы бодрствуют и активны, они сохраняют свои яркие плакатные цвета любой ценой. Побежденный, который старается уйти от преследования отчаянными зигзагами, рассвечен только так же, как и торжествующий победитель. Они спускают свои опознавательно-видовые флаги не чаще, чем английские боевые корабли в морских романах Форстера. Даже в транспортном контейнере, где право же приходится погибая от болезни, они демонстрируют неизменное красочное великолепие и даже после смерти она долго еще сохраняется, хотя в конце концов и угасает. Кроме того, у типичных плакатно окрашенных коралловых рыб не только оба пола имеют одинаковую расцветку, но и совсем крошечные детеныши на себе отличающие яркие краски, причем, что поразительно, очень часто совсем иные, еще более яркие, чем у взрослых рыб. А что уж совсем невероятно, у некоторых форм яркими бывают только дети. Например, упомянутый высший самоцвет и синий черт с наступлением половой зрелости превращаются в тусклых сизо-серых рыб с бледно-желтым хвостовым плавником. Распределением красок, наталкивающим на сравнение с плакатом крупные контрастные пятна, коралловые рыбы отличаются не только от большинства пресноводных, но и от всех вообще менее агрессивных и менее оседлых рыб. У нас в этих нас восхищает тонкость цветовой гаммы, изящные нюансы мелких пастельных тонов, прямо-таки любовная проработка деталей. Если смотреть на моих любимых красноротиков издали, то видишь просто зеленоватое серебристое, совсем неприятную неприметную рыбку, и лишь разглядывая их вблизи, благодаря бесстрашию этих новопытных созданий, это легко и в естественных условиях, можно заметить золотистые и небесно-голубые иероглифы, избилив стоя ввязью, покрывающую всю рыбу, словно изысканная парча. Бессомненно, этот рисунок тоже является сигналом, позволяющим узнать свой вид, но он предназначен для того, чтобы его могли видеть вблизи сородичей, плывущей рядом. Точно так же, вне всяких сомнений, плакатные краски территориально агрессивных коралловых рыб приспособлены для того, чтобы их можно было заметить и узнать на возможно большем расстоянии, что узнавание своего вида вызывает у этих животных яростную агрессивность, это мы уже знаем. Многие люди, в том числе и те, кто в основном понимает природу, считают странным и совершенно излишним. Когда мы биологи, по поводу каждого пятна, которое видим на каком-нибудь животном, точно задаемся вопросом, какую видосохраняющую функцию могли бы выполнять это пятно и какой естественный отбор мог бы привести к его появлению. Более того, мы знаем из опыта, что очень многие ставят нам это в вину, как появление грубого материализма, слепого по отношению к ценностям и потому достойного всяческих осуждения. Однако оправдан каждый вопрос, на который существует разумный ответ, а ценность и красота любого явления природы никоим образом не страдает, если нам удается понять, почему оно происходит именно так, а не иначе. Радуга не стала менее прекрасна от того, что мы узнали законы преломления света, благодаря которым она возникает. Восхистительная красота и правильность рисунков, расцветок и движений наших рыб может вызвать у нас лишь еще больше восхищения, когда мы узнаем, что они существенно важны для сохранения вида, украшенных ими животных существ. Как раз о великолепной боевой раскраске коралловых рыб мы знаем уже вполне твердо, какую особую роль она выполняет. Она вызывает у сородича и только у него яростный порыв в защите своего участка. Если она находится на собственной территории, устрашающе предупреждать его о боевой готовности хозяина, если он вторгся в чужие владения. В обеих функциях это, как две капли воды, похожее на другое прекрасное явление природы, на пение птиц, на песню соловья, красотой, которой поэта к творчеству влечет. Как хорошо сказал Рингель Нац, как хорошо сказал Рингель Нац, поэта к творчеству влечет. Как расцветка коралловой рыбы, так и песня соловья служат для того, чтобы издали предупредить своих сородичей, ибо обращаются только к ним, что здесь, в участок, уже нашел своего к себе крепкого и воинственного хозяина. Если проверить эту теорию, сравнив боевое поведение плакатной и тускло расквеченных рыб, находящихся в близком росстве, обитающих в одном и том же жизненном пространстве, то теория подтверждается полностью. Именно впечатляют те случаи, когда яркие и тусклые виды принадлежат к одному роду. Так, есть принадлежащая группе де-муазель рыба простой поперечно-полосатой краски, которую американцы называют старший сержант. Это мирная рыба, держащаяся в стаях. Ее собрат породу Абуделфдуф роскошная бархатно-черная рыба с ярко-голубым полощатым узором на голове и передней части тела и желтым цвета серы поперечным поясом посреди туловища. Напротив, пожалуй, самый свирепный вид из всех оседлых, с какими я познакомился за время изучения коралловых рыб. Самый свирепный вид. Наш большой аквариум оказался слишком мал для двух крошечных деток этого вида длиной едва по 2,5 сантиметров. Одна из них застолбила весь аквариум, другая облачила жалко существование в левом верхнем переднем углу за струей пузырьков от аэратора, которая прятала ее от глаз враждебного собрата. Другой хороший пример дает сравнение рыбамочек. Единственный среди них уживчивый вид, какой я знаю, в то время имеет единственную в своем роде расцветку, состоящую из деталей настолько мелких, что характерный рисунок можно различить на очень малом расстоянии. Характерный рисунок, но характерный. Но наиболее примечательным является тот факт, что коралловые рыбы, которые молодости рассвечены плакатно, а в зеленом возрасте тускло, демонстрируют такую же корреляцию между краской и агрессивностью. Молодости они яростно защищают свою территорию, но с возрастом становятся несравненно более уживчивыми. Многие из них производят также впечатление, что им необходимо снять по его краску, чтобы вообще допустить мирное сближение разных полов. Это естественно верно для одного из родов группы де-муазель пестрых рыбок, часто резкой черно-белой рассветки, размножения которых в аквариуме я наблюдал несколько раз. Ради нереста они меняют свою контрастную краску на тускло-серую, но туча же после нереста вновь поднимают свои боевые знамена. Дальше третья часть для чего нужна агрессия.